по поводу бюрократизма замены мозгов о чем сейчас говорилось по поводу мозгов сначала мы вчера беседовали с Борисовичем Немцовым который вчера здесь был я не про Бориса Федоровича и у него звучала такая фраза да и когда мы 500 тысяч человек выведем на улице Кремль мол того что сам на брюхе к нам приползет я его спрашиваю ну вот почти 400 тысяч индивидуальных предпринимателей уже разорились а вместе с ними там еще какое-то количество можно кратно умножать их бывших сотрудников никто на площади не вышел вот с вашей точки зрения Алексей Алексеевич что еще должно произойти сколько еще людей надо разорить что вообще нужно еще устроить чтобы это произошло но это лукавство конечно потому что кто разоряется а кто открывает предприятие те же 400 тысяч может быть других тут надо понять что существует динамика хотя конечно процесс негативный а не позитивный но эти люди не революционеры это люди занимающиеся и хотят заниматься своим бизнесом выход на площадь в декабре 11 января 12 имел конкретную причину люди сочли что их обокрали украв у них голоса оно имело причину а каждый разорился по разной причине кто-то из-за бюрократии кто-то из-за неумения вести дело у кого-то там брату или партнеру был бизнес поэтому я не разделяю оптимизма лариса ефимовича немцова в этом вопросе естественно мы с ним про это говорим и не только с ним но из я говорю про это же с людьми у власти насчет никто никуда не приползли фантазии и на сегодняшний день никто никуда не выйдет это тоже фантазия это просто выйдет 500 тысяч миллион что не миллион 5 миллион любые цифры называет значит выход уличный имел конкретную конкретную причину тогда конкретно эта причина из стекла потому что стало понятно что это думает или распустит все остальные причины и они были вполне локальными вот закон антимагнитский когда вышли там сколько там вышло 30-40 тысяч человек москве на локальная причина это греба не приползет по этому поводу и не нашим он приполз если вообще корресия самого начала говорил что это ошибочная тактика для позиции я же не консультирует в общем я и крему не по сути утра на удаленность важно значит мы видим как он разваливается он разваливается будет другое я просто хотел бы обратить ваше внимание на то что в россии как правило реформаторы выходили из прежней власти вспомним да там хрущев после сталина гробачев после андропова ельцин из политбюро после горбачева из горбачева он просто закон так поэтому до этого во всем мире как правило так но кроме латинской армии поэтому на месте бориса ефимовича который вышел из власти кстати между прочим он был тоже членом политбюро и возможно преемником бориса николаевича можно было бы подумать о смене тактики но в россии фильм чек упрямый вот его выбор вариски что я могу сказать все сказано что касается недовольства людей то на сегодняшний день она может проявиться на выборах даже частично сфальсифицирован но тем не менее вот это недовольство она проявится посмотрим кому проявиться в сентябре я повторяю по местной ситуации что пока сказать не могу да ну вот как бы очевидно что федеральная власть решила на этих выбор устроить праймеризм разрешить устроить так искал так между разными кандидатами имеющими отношение к владе пока очевидно ну вот так где получается что братец будет носить локальный характер если он будет протест даже в девяносто в девяносто первом году носил локальный характер во время пуча массовой манифестации демонстрации и окружения разных зданий было внимание в шести городах вся остальная россия спала правда но это правда это факт есть другая история она заключается в том что возникновение новых даже могу назвать технологиями новых способов коммуникации она делает россию гораздо более едины как ни странно потому что если вы думаете что россия и москва не на то вы россии и у вас там ваших фолловерах или там у вас там люди со всей россии не только из россии поэтому немедленный обмен мнениями а и создание повестки дня особенно новым поколениям это факт да она иногда бывает смешно это повестка дня но люди коммуницируют уже очень дешево ладно позвонить ранее международный звонок это же дорого люди коммуницируют уже вот чукотки да да там я не знаю чего до грозного и почему власть собственно принимает законы которые пытаются каким-то образом контролировать эту историю ровно поэтому потому что люди объединяются без выхода на площадь а дико новая ситуация которая никто не знает как с этим работать потом был недавно еще смешной разговор с одним из руководителей правоохранительных ведомств мы с ним обсуждали закон про контроль интернетом это не с ума сошли я же всех экстремистов вылавливаю в открытом интернете если они это запретят где их буду вылавливать не опять в подвал идти что ли и поэтому это ведомство написало отрицательное заключение это во всем мире так посмотрите как англичане поймали авторов взрыва в метро моментально не только потому что камеры стояли душа они последили их коммуникации доказали да что это интернет в том числе и эта история но одновременно с этим а нельзя хлеб так порезать что одну половину так выкинуть он все равно две стороны не лента мебельс поэтому это но что мы не знаем как что с этим делать никто не знает а я думаю что следующее поколение людей там вами может представленная может быть еще младше мы столкнемся вообще неизвестно с чем в смысле коммуникации с того как люди будут массово принимать решение это на слово флейш-моб который объединяет миллионы людей от этого будет история миллионы не так не тысячи миллионы флейш-моб флейш-моб миллионы или какое-то решение миллионы или группа в фейсбуке там миллиард людей по какому-то поводу как мы не знаем может будет может не будет но то что коммуникация между людьми сейчас стала свободной и люди младше меня во всяком случае там на пару десятков лет свободно этим оперируют это факт и власть всю угрозу услышала все эти законы это же ответ двадцатого века на вызов двадцать первого запоздала и не умелый но важно ответ угроза понятна коммуникация без контроля государства не только нашей стране нашей стране это просто делается способами такими но мы видим как и в европейском союзе они пытаются регламентировать в сша они пытаются регламентировать а просто вот общество по-другому устроена дает отпор давайте когда там а немецкая пиратская партия на выборах в берлине там за 10 процентов набирает то есть люди которые поэтому свободно есть интернет 10 раз канцлер меркель подумает чем закон потеряет эти 10 процентов на следующих выборах а власть потеряет вот из-за этого не торопиться не будем вот это очень важно